Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня у нас в гостях художник Людмила Юрьевна Слесарская. Людмила Юрьевна не раз украшала своими картинами выпуски журнала Симбирск и журнала Мономах. Мы благодарим друга художника за многолетнее сотворчество и очень рады тому, что сегодня именно она наш гость. Людмила Юрьевна Слесарская – педагог, организатор, постоянный участник школы пленэра Киселевские зори. Итак, слово Людмиле Слесарской. Я рада встрече с вами сегодня. Меня зовут Слесарская Людмила Юрьевна. Я родом из Казани. Я там училась, выросла. Детство, конечно, прошло на берегу Камы у бабушки с дедушкой, в деревне. Замечательно было время. Училась я в Казанском художественном училище. Я по профессии художник-декоратор, но всю жизнь работаю с детьми. Муж мой художник, заслуженный художник России, Слесарский Станислав Петрович. Там же в Казани родились у нас дети. И в 1987 году, мой муж с семьей был приглашен сюда, в Ульяновск, Ульяновско-региональной организации «Союз художников России». Нам предоставили мастерскую. И вот с тех пор мы здесь живем. И, конечно, за столько лет Ульяновск стал родным городом, второй родиной. Я здесь тоже продолжаю работать с детьми. Это уже 39 лет моего стажа в школах искусств нашего города. И вот такая у меня с 2011 года появилась идея, тема. Я автор проекта, теперь уже всероссийской, передвижной, творческой школы пленэр «Киселевские зори. Сохраняя культурное наследие». А в этом году две знаменательные даты. Пленэр прошел в Преслонихе. И посвящался он 115-летнему юбилею со дня рождения Виктора Васильевича Киселева, близкого друга, замечательного художника, близкого друга, соратника, ученика Аркадия Александровича Пластова. И Преслонихе в этом году 350 лет. Вот такие две замечательные даты. И с Преслонихой уже сейчас у меня связано очень многое. Ну, во-первых, это еще и вот такая вот связь с детскими воспоминаниями, с Камой, с деревней Сорочьей горы, с бабушкой, с дедушкой. И все как-то вот это вот связалось. И получился вот такой вот небольшой эссе, который было напечатано в журнале «Симбирск». Я его вам сейчас зачитаю. Белым снегом, белым снегом, Ночь морозная ту стёжку замела, Моя мама сидит за швейной машинкой и поет эту песню. Она часто пела за работой. В каждой семье есть свои традиции, свои песни. В семье Пластовых, где выросли Аркадий, Николай и Коленька, тоже были свои любимые песни. Их пели за работой и в праздники. С чего начинается любовь к тому месту, где ты родился, к земле, на которой ты вырос? Да вот с этой песни, что пела мама. С деревни, где жили бабушка с дедом, Запаха трав насиновали с козьего молока. Подоив козу белянку, на закате у плетня, Молоком в стеклянной банке встретит бабушка меня. Из череды детских событий и мелочей завязываются узелки памяти. А когда ты волей судьбы попадаешь в новое место, ниточки от тех узелков, что завязались в детстве, соединяют тебя с другой землей, с другим местом. И оно становится родным и близким. И по новым узелкам чувствуешь, что это место твое. Корни-то крестьянские. Из Преслонихи с любовью. Не сразу Преслониха стала близкой. Вернее, это не я сразу к ней пришла. Книги о пластове еще в юности прочла. Знала художник величайший. И мимо Преслонихи несколько лет ездила в Корсун и обратно. И в музее была, и даже в мастерской мастера. Не оскудеет пластовский родник. И сам художник в мастерскую приглашает. Здесь каждый, как прилежный ученик, его уроки мастерства перенимает. А вот ближе познакомил меня с Аркадием Александровичем его ученик Виктор Васильевич Киселев. И пошла я до Преслонихи из Комаровки по его пути лесной дорогой. Только путь оказался длиною в несколько лет. Чтобы понять место, принять его сердцем и душой, надо там пожить. Подышать воздухом, попить студеной водицы из родника, освященного молитвами святителя Николая. Разделить радость и открытие общения с природой в творчестве. И испить горести потерь. Приехать весной на пленэр и с болью в сердце ходить по пепелищу храма. Ведь он был в любом прислонишинском пейзаже главным композиционным центром, важным камертоном, душою села. Наблюдать, как строится новый. Да не такой, что был прежде. Не вписывается в серебристую гамму изб. Стоять на первой службе в новом храме, а после провожать в последний путь Елену Николаевну Холодилину, хранительницу пластовского очага. Ведь только несколько месяцев назад мы открыли ее для себя как изумительного живописца, когда в музее Аркадия Александровича Пластова в Ульяновске состоялась ее первая персональная выставка. И вот мы стоим на месте родового захоронения семьи Пластовых, прощаемся. Вороны растрепа надсадно кричат, кресты-то былинки из снега торчат. Закончится зима, придет весна, наступит лето, а за нею осень, и все продолжится своим чередом. А те, кого уже с нами нет, будут жить в наших воспоминаниях. За деревней, над крестами, где покой хранит земля, золотыми куполами вознесутся тополя. Да, чтобы место понять, чтобы ощутить его, принять сердцем и полюбить, надо там пожить. Пообщаться с жителями Преслонихи, увидеть их нелегкий крестьянский труд. Семья Ковалевых, Виктор и Наталья уже много лет радушно принимают нас, художников, в своем доме. Печку натопят, картошки принесут, молочка да яичек. Живите, художники, рисуйте, приезжайте в любое время года. Мы вам рады. А сколько тепла получишь от общения с Игорем Леонидовичем Романовым, заведующим музеем Пластова. Царствие ему небесное. Супруга его, Антонина Николаевна, человек доброты необыкновенной. Как та печка из мультфильма «Гуси-лебеди». Улыбнется, обнимет. И вот, кажется, сейчас скажет, поешь, девочка, моего горяченького пирожка. И добавит мягонько так, людонька, ангел. А начнет о Пластовых рассказывать, глаза сияют, душа поет. После того, как мамы моей не стало, еще ближе сердце к ней потянулось. Они ведь с ней почти полные тезки. Обе Антонины, обе Романовы. Только моя мама по отчеству Никоноровна. Вот откуда ниточка-то потянулась и в узелок завязалась. Преслонцы к художникам за столько лет привыкли и ведут себя уважительно. Редко кто подойдет из любопытства посмотреть, что это они там молюют. А если подходят, разрешение спросят. И разговорами не докучают. Понимают, наверное, что это не баловство, а работа. Большие деньги поди получают. И что бы они тогда сюда ездили? Вот откуда название-то. И выставки из «Преслонихи с любовью». И тянет к себе «Преслониха». Вот наступит весна. Соберем краски, холсты, этюдники. И подедем писать весну. Бог даст. Вот такие чувства навевает на меня «Преслониха». И эти чувства ежегодных общений с этим местом. Потому что мы с моим мужем ездим туда каждую весну и каждую осень на полинэр. Я без этого уже жить не могу. Мне нужно обязательно посидеть на земле и подышать этим воздухом. И рождаются даже вот такие стихи. Когда открываешь какую-то новую выставку, то надо как-то украсить мероприятие. Ну и вот иногда получаются стихи. Стихотворение называется «Сердцу милый уголок». Так называлась и выставка очередная. Среднерусские мотивы. Незатейливый сюжет. Так пронзительно наивные и знакомые с детских лет. Ты лети, моя душа, перышком куриным. В те далекие края, что так сердцу милы. Деревенская сторонка, сердцу милый уголок. По утру разбудит звонко голосистый петушок. Солнце позднее коровы поднимают на рога. И мыча обрести готовы на пожухлые луга. От росы промокли травы, днем над пашнею парит. А во враге у дубравы молоком туман разлит. До березки под горой так забавы ради золотистой головой растрепали пряди. Колокольным тихим звоном закурлыкали вдали. Потянулись ровным клином ближе к югу журавли. Закричали им вдогонку наши гуси во дворе. А соседская девчонка корчит рожица в окне. Подоив козу белянку, на закате у плетня молоком в стеклянной банке встретит бабушка меня. Хлопотливые бабенки целый день поди в трудах. Натопили жарко баньки в огородах, на задах. Среднерусские мотивы, незатемливый сюжет. Край навеки сердцу милый и знакомый с детских лет. Нет тебя милей и краше, ты живой воды и глоток. Деревенские пейзажи, сердцу милый уголок. Ну и такие же воспоминания о Преслонихе, о том месте, может быть. Вот такое стихотворение, которое называется «От зимы до зимы». Зима расплачется от счастья капелью. Ведь теперь она стелит снега, творит ненастья, весною освобождена. Она, сугроба наметая, мечтала, где сойдут снега и пашню влагой напитают, созревет к осени хлеба. Весною распустят сережки березы и гребнями ветры причешут их косы, расплещут сирени, черемухи, пену, а яблони цвет подвенечный наденут. Опять за весною румяное лето наступит, в ромашковый ситец одета. Сколько солнца, сколько света, сложный цвет в полутонах. Нарисуем краски лета на бумаге и холстах. Подкрадется тихая осень, время пушкинской любви. Улетят в чужие страны журавли и соловьи. За деревни и над крестами, где покой хранит земля, Золотыми куполами вознесутся тополя. Осень ягод калиновых кисти сохранит до ветвях допоры И сошьет из лоскутиков листьев разноцветные чудо-ковры. Шутя раскидает в лесу под дубами, Любовно украсит росой и грибами. На нить паутинки прикрепит дождинки И ожерельем подарит осинки. После ласково поманит, Да покажет норов свой. Вновь меня теплом обманет, А подружится с зимой. А вот когда придет весна, Зима расплачется капелью. Конечно, Все, что в жизни у человека есть, Это то, что тебя сформировало в детстве. То, с чем ты жил, в чем ты жил, С кем ты общался. И вот самые такие теплые, добрые воспоминания, Это, конечно, были связаны с деревней Сорочьи горы, Которая находится в Татарстане на реке Кама. И вот это как-то, наверное, Поддерживает тебя всю свою жизнь. И это какой-то фундамент, основа Формирование твоего характера И отношения к будущей жизни. Еще один небольшой рассказ «Яблочный спас» Воспоминания о моем детстве. За водой в деревне ходили на поварню. Бабушка моя, Александра Михайловна, Говорила, что в том месте, В старые царские времена, Стояла барская поварня, А попросту кухня, Где готовили еду для работников. А идти нужно было через барский сад. После революции сад отошел к колхозу, А потом вовсе запустел, Одичал и был заброшен. Мы с детьми любили там играть И бегали туда за яблоками. Бывало, насыплешь в кармашек соли И в сад. Яблоки в основном кислые, Одичавшие, А с солью кислое яблоко Самый вкус. Были там заветные яблони, С них яблоки суховато-сладкие И назывались сухая сласть. Мама из таких яблок варила варенье, Делала сок и пастилу. Яблочное пюре раскладывалось На большой деревянной доске Тонким слоем И оставлялось сушиться. Края пастилы подсыхали раньше, И мы с сестренкой их аккуратно Отрывали и съедали. Когда пастила была готова, В середине доски Оставался маленький кружочек. Как это было вкусно! Яблоки с заветной яблони Нужно было вовремя собрать, Пока кто другой не оббил ее. Пап с мамой складывали яблоки в рюкзаки, Привозили в город, И наша квартира наполнялась Яблочным духом. Но самые вкусные яблочки-ранетки Поспевали в сентябре. Мякоть у них кисло-сладкая, Внутри ядрышки Похожи на косточки боярышника. Этими яблочками, Размером с вишню, Были усыпаны все ветки. Листья к тому времени опадали, И деревья стояли голые в яблочках, Которые таяли во рту От нажатия языком, Обильно выделяя слюну. На яблочный спас бабушка с дедом Неконором Михайловичем Оставляли внука с прабабкой Агрипиной, Которую в деревне звали Угрофеной. Садились в автобус И уезжали на праздничную службу В село Кабаны. Там была единственная на всю округу Действующая церковь с колокольным звоном. И мне довелось несколько раз Побывать там с бабушкой. Помню, все приезжие прихожане Ночевали у Кати, Маленькой сгорбленной старушки В такой же маленькой избенке. Спали в повалку на полу, Было жарко, душно, Раздавался дружный храп, А в темном углу под образами Всю ночь горела лампада, Мягко освещая спящих. После полудня бабушка с дедом возвращались, Доставали завернутые в белую тряпицу Они свои яблоки и клали их на стол. То были освещенные яблоки Нового урожая. И, казалось, вкуснее этих яблок Не было вовсе. Хоть и взяты они были с яблонь, Что росли в огороде. Огород разделялся на две части, Ближний и дальний. На ближнем росли яблони, ягоды, овощи, Все, кроме картошки. Картошка росла на дальнем огороде. Там было неинтересно. Всегда летали пчелы, А мы их боялись. На границе двух огородов стояла баня. Топилась она по-черному. То есть печь была без трубы, А дым выходил через дверь. Поэтому стены в бане были закопченные. В летнюю жару мы любили в бане играть И прятаться. Там было прохладно, темно и загадочно. Тускло светилось маленькое оконце С треснувшими стеклами. На оконце метались бабочки. Мы их ловили и отпускали на волю. В углу бани под лавкой жили муравьи. Бабушка пыталась извести их. Но они все равно. Жили в бане и ползали по лавкам. Мне нравилось ходить в баню с теткой, Которая была старше меня всего тремя годами. Мы вместе росли, вместе играли. Я звала ее просто Танька. Она меня ласкова, капуста. Когда мы ссорились, я ее называла тетка. Пробираясь через огороды в баню, Мы с Танькой набирали анисовые яблоки. В банной жаре раздевались И бросали яблоки в котел с горячей водой. Вода становилась яблочной. Мы этой водой мылись, А после распаренные Сидели в предбаннике с белыми тюрбанами Из полотенец на головах И ели испеченные яблоки. А когда я была совсем маленькой, В бане мне мыла бабушка. После помывки лыковой мочалкой Она окачивала меня прохладной водой, Приговаривая, Как с гуси вода, С людашки худоба. И вот есть стихотворение, Посвященное моей бабушке. Александре Михайловне Ежица под снегом, Копны до стога, Мечется над полем, Разгуляй пурга, Не спасет одежка Холод до костей, Бабушка в избенке ждет к себе Гостей. Теплится лампадка В уголке святом, Рыжий кот Мурчанием согревает дом. Милая до боли, Родина моя, Горки до превзгорье, Речка до поля. Чуть забрежет утро, Печка затрещит, Бабушка молитву тихо сотворит. Воздухом хлебном Пропитаны стены, Как в детстве, Понежусь я в теплой постели. На чистой холстине Лежит каравай, А бабушка скажет, Людашка, вставай. За деревней вьюга Распушила хвост, Над рекой угорка, А на ней погост. Вороны растрепы Надсадно кричат, Кресты да былинки Из снега торчат. Ну и, конечно, Кама. Река, С которой Тоже очень много связано. Ну, так же, как и с Волгой, Конечно, Потому что Казань Стоит на двух реках. Волга и Казанка. И Кама – это было место, Когда летом мы бросали Камешки И смотрели, У кого сколько блинов получится От этих плоских камешков На воде. И рыбачили. Да, я была заядлая рыбачка, Потому что Дед мой был рыбак, У него была лодка с мотором. И мы, внуки, Конечно, С дедом ездили на рыбалку. Я была старшая внучка. И я отвечала за снасти И за прикорм. Вот. И много лет прошло С тех пор, Как я не была на Каме. И так случилось, Меня пригласили в Алексеевское, А это как раз оказалось По ту сторону от деревни. Я уже с внучкой. Внучка бегает, Собирает камушки. Сильный ветер. Кама очень редко бывает спокойной. Брызжут волны. И вот эта вот встреча. Я хватаю карандаш И начинаю быстро записывать Какие-то свои мысли, Впечатления, Своё волнение. И получилось вот такое стихотворение. О, Кама, Родина моя! Какая мощь, Какая сила Была в реке, Она таила, Её и кроткою была, Покуда буря не настала И ни погода не пришла. Река бурлит, Ей всё не ново, Волной на накрыть готово Всё, что не мило на пути Или поглотить, Или снести. Ты, Кама, Разная бывала, И я тебя другою знала. Ты колыбель мою качала, Когда я девочкой была, Меня лаская наблюдала, Как я взрослела и росла. А я с горы К тебе сбегала, Крапивой ноги обжигала, Дрожа от утренней прохлады, Была я нашей встрече рада. О, Кама, Родина моя, Уже не та, Другая я. И много лет тому минула, Но я тебя не обманула. И боль, и радости со мной, Вся жизнь моя перед тобой. И в чём я каюсь, В чём винюсь, С тобой, как с матерью, Делюсь. Река бурлит, Река шумит, Вода клокочет, И смыть мои невзгоды хочет. В воде на камушках стою, Всю боль я каме отдаю. Она её водою хлещет, Она её волною бьёт. Беда отступит, Боль пройдёт. И эта мощь, И эта сила, Что Кама свято сохранила, С лихвой передала потом Мне с материнским молоком, В меня уверенность вселила, Любовь и веру Возвратила. О, Кама, Мой земной причал, Моё начало всех начал. Мы благодарим Людмилу Юрьевну Слесарскую За участие в нашей программе. В новом номере журнала «Мономах» Будет публикация О пленэре «Киселёвские зори», Организатором которого Является Людмила Юрьевна. Дорогие друзья, Мы рады Знакомить вас С талантливыми земляками. Желаем всем вам Добра, Радости, Мира, Всего самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова